Я начну с документального кино, как ни странно. Каждый год, уже последние несколько лет, в Москве проходит очень сильный фестиваль, посвященный документальному музыкальному кино, называется «Витфильмфестивал». На нем показываются в разных программах десятки западных фильмов, и только в последнее время стали появляться один-два русских фильма документальных о музыке ежегодно, раз в год. И мы сталкиваемся с практикой, с культурологией, наверное, того, что западное общество воспитано таким образом, что они стараются какие-то культурные процессы или культурологические фиксировать, и порой бывает, что в одном артисте снимается, параллельно сразу несколько фильмов. Да, понятно, что это самоубийство с точки зрения маркетинга, но если он сейчас интересен, то это интересно зрителям. У нас огромная часть нашей музыкальной культуры, и в частности рок-культуры, остается незафиксированной. И вот на этом фоне мне все-таки приятно, что появляются молодые кинорежиссеры. Например, мой приятель Роман Либеров снимает фильмы о таких людях, как Довлатов, Бродский, Мандельштам, видимо, в ближайших планах Платонов, то есть перерабатывая кучу архивных материалов и встречаясь с людьми, некоторым из которых далеко за 70, кому-то 80, ездит по всему миру, собирает материалы, но тем не менее запечатлевает в жанре документального кино то, что являлось гордостью советской, российской литературы первой половины или середины, или конца 20 века. И я понимаю, какая там идет финансовая схема. Это получение частных кредитов беспроцентных, и это идеология господина Либерова, который не хочет с государством иметь никаких пересечений, то есть потом, провозя малым прокатом по городам-миллионникам и небольшим городам эти фильмы, эти деньги спустя полгода-год возвращаются. Но это достаточно не олигархическое существование художника как такового, но зато фильмы, реально, они составляют сейчас какой-то золотой фонд, по крайней мере, там рассказов о культовых персонажах советской и русской литературы. То есть получается, что кино, в частности документальное, делают не благодаря государству вопреки, и скорее тут такой слоган «Спасибо, что не мешали». Но может показаться, что такие люди маргиналы, но тем не менее, они сохраняют полную независимость в своем творчестве, это достаточно такой свободный взгляд. Да, окей, это такой полу-андеграунд, где там на показы, на лекции приходят там не полные кинотеатры класса, а залы там на 100, 150, 200 мест, но все равно, по крайней мере, остается какое-то зафиксированное культурное наследие, что для меня очень важно. Что касается таких людей, как Сокуров, Звягинцев, Герман-младший, как бы они существуют, кто-то из них прорывается на, допустим, европейский рынок, там на уровне венецианского фестиваля или Каннского, кто-то не прорывается. Мне кажется, что сейчас такой переходной период, когда великие мэтры типа Германа-старшего умерли, то есть есть среднее поколение, а новое поколение, оно вот на подходе, потому что это люди, которые родились уже в другой стране, которые при желании прекрасно знают, чем сегодня там занимается, к примеру, Вуди Аллен, или «Братья Коэны». И вот почему-то у меня есть такая оптимистичная надежда, что в ближайшее время русское кино, вот за счет достаточно глубокого внутреннего мира режиссеров, операторов, за счет вот этой пресловутой русской души, рано или поздно начнутся прорывы, такие, как в свое время там с китайским кинематографом, японским кинематографом, венгерским кинематографом. Просто нужно некоторое время подождать.